Во-первых, хотел бы сказать, что Национальная гвардия Республики Казахстан входит в единую систему органов Министерства внутренних дел. И одной из главных задач Национальной гвардии является обеспечение общественного порядка, охрана исправительных учреждений, выполнение задач по конвоированию осуженных или содержащихся под стражей, охрана важных государственных объектов. То есть весь этот спектр задач для того, чтобы качественно личный состав выполнял, необходимо качественное проведение военно-патриотических мероприятий, именно воспитательного характера. Я являюсь заместителем командира воинской части 66-37 по воспитательной и социальной правой работе. Это непосредственно моя задача. Я считаю, что для того, чтобы личный состав мог добросовестно выполнять все возложенные на них задачи успешно, необходимо прежде всего внутреннее убеждение, что все, что мы делаем, мы делаем во благо своего государства, своего народа, своей страны. А если человек не любит свою родину, не чтит свою историю, не чтит свои традиции, свой родной язык, я думаю, что он к этому будет относиться посредственно. Поэтому, естественно, для того, чтобы мобилизовать личный состав на выполнение всех задач, которые у нас возложены на Национальную гвардию, необходимо проводить мероприятия воспитательного характера. В преддверии 7 мая, 9 мая, это великие праздники для нашей страны. Во-первых, это День защитника Отечества, День вооруженных силы Республики Астан, День победы в Великой Отечественной войне. Это, естественно, одни из тех мероприятий, которые непосредственно направлены на то, чтобы военно-патриотическое воспитание поднимать у нашего подрастающего поколения. Поэтому в эти дни мы запланировали очень много мероприятий, включая мероприятия, которые будут проходить в городе с участием общественности города, Акима области, силовых структур. Это возложение венков на памятники, обелиски, вечный огонь. Также это мероприятия по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также ветеранов Национальной гвардии. Поэтому, пользуясь случаем, пользуясь этой возможностью, я хотел бы от имени командования воинской части 66-37, от всего личного состава, сердечно поздравить всех наших ветеранов с предстоящими праздниками. Я думаю, что тот след в истории, который они оставили, он будет в веках, мы никогда об этом не забудем, мы всегда будем об этом помнить, мы всегда будем кланяться им до земли, будем благодарны им за то, что они для нас сохранили мир и спокойствие. Наша теперь главная задача, чтобы мы сохранили этот мир для наших будущих поколений. Поэтому мы прежде всего желаем им крепкого здоровья. К сожалению, с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. В этом году у нас вместе с нами встречают в общем строю в наших рядах четыре ветерана Великой Отечественной войны. Тружеников тыла тоже становится меньше. Поэтому прежде всего им крепкого здоровья мы желаем, чтобы они своим примером, стойкостью, это живая история, как можно дольше были в нашем строю, чтобы мы могли на их примере воспитывать наше подрастающее поколение. Ну а всем действующим военнослужащим, вооруженных сил, национальной гвардии, всем, кто причастен к профессии защищать Родину, естественно, мы желаем тоже крепкого здоровья, семейного благополучия, карьерного роста, всех благ. Пусть у нас в стране всегда будет мир и согласие. В эти праздничные дни мы совместно с военнослужащими нашей воинской части, с военнослужащими Академией национальной гвардии, Департаментом по делам обороны, а также Акиматом будем поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, будем к ним ездить в гости. Для них будет организован небольшой концерт перед их окнами, оркестром, военным оркестром, где будут исполняться песни военных лет. Также будет прохождение торжественным маршем перед окнами, чтобы они немножко погрузились в ту атмосферу, в свою молодость вспомнили. Это ветеранов всегда наших трогает. Ну, естественно, мы будем дарить подарки, это какие-то корзины подарочные будут, благодарственные письма от имени руководства Национальной гвардии, Министерства внутренних дел. Ну и, так скажем, те ветераны, которые смогут принять участие в церемонии возложения, мы, соответственно, будем вместе с ними возлагать и чтить память тех, кто уже погиб. И, ну, вы сами понимаете, то, что ветеранам уже за сто лет, они, к сожалению, там на каких-то концертных мероприятиях не могут присутствовать, но, тем не менее, те ветераны, труженики тыла, которые будут присутствовать, для них сегодня, 6-го числа, в областной филармонии имени Ахана Сере, мы организовываем концерт праздничный. Как я уже сказал, основной целью воспитательной работы является военно-патриотическое воспитание. Солдаты сейчас служат ровно год, поэтому, соответственно, их период службы разработана учебная программа. У нас есть несколько, так скажем, основных методов и форм воспитательной работы. К примеру, государственно-правовая подготовка. В рамках государственно-правовой подготовки, в рамках информационных часов и воспитательной работы мы реализуем те задачи, которые поставлены перед нами. Естественно, в эту учебную программу входят занятия и воспитательные беседы, тематические вечера, посвященные великим людям именно казахской земли. Начиная от истории создания казахского ханства, заканчивая героями современности. То есть это наши батыры, это наши ханы, это герои Великой Отечественной войны, это герои, которые, так скажем, выполняли свой интернациональный долг в Афганистане, это герои, которые погибли, спали смертью храбрых на таджико-афганской границе. Это наша особая гордость. В 95-м году, 7 апреля, к сожалению, в неравном бою, 17 воинов внутренних войск тогда, ныне национальной гвардии, пали смертью храбрых, при этом выполнили всю поставленную задачу, которая перед ними стояла. И во всех частях есть обелиски, памятники этим военнослужащим. К сожалению, и в современном Казахстане, уже в независимом Казахстане, были случаи, когда наши военнослужащие, так скажем, были подвергнуты нападению со стороны террористических организаций. Это у нас военнослужащие в военской части 655, город Ахтубе, где один офицер, один военнослужащий по контракту и один военнослужащий срочной службы погиб. Это январские события. Двое военнослужащих срочной службы в Алмате. То же самое, выполняя задачи по обеспечению правового режима чрезвычайной ситуации, они тоже погибли, к сожалению. И вот мы, не зная своей истории, не можем, так скажем, рассчитывать на процветающее будущее. Поэтому в рамках всех этих мероприятий, тематических вечеров, каких-то литературных вечеров, занятий по государству правоподготовки, в часы воспитательной работы мы всегда стараемся доводить об этих героях. Рассказываем о каждом из них, устраиваем книжные выставки, кинолектории. У нас есть замечательные фильмы про героев именно национальной гвардии. Это «Шестой пост» и «Казбат». Это художественный фильм. Есть сериалы на основе этих художественных фильмов. Мы их всех демонстрируем и занимаемся, так скажем, воспитанием подрастающего поколения. Вы знаете, вообще определение «герой», оно подразумевает под собой какой-то героический поступок, где солдат рискует своей жизнью, рискует своим здоровьем, спас кого-то от пожара, к примеру, или предотвратил какое-то преступление. Свою службу, службу наших военнослужащих, мы можем назвать тоже маленьким героизмом. Пусть это не будет звучать так пафосно, конечно, они выполняют все возложенные на них задачи законом нашей страны. То есть каждый день наши военнослужащие, офицеры, военнослужащие по контракту, военнослужащие срочной службы, охраняя исправительные учреждения, лицом к лицом сталкиваются с осужденными. То есть с лицами, которые в любой момент могут предпринять какие-то противоправные действия. Каждый день они заступают на посты с боевым оружием. Каждый день военнослужащие частей оперативного назначения выходят в город, где то же самое с лицом к лицу сталкиваются с преступным элементом, с гражданами, которые, к сожалению, нарушают общественный порядок, которые могут применить какие-то противоправные действия в отношении наших военнослужащих, в отношении мирных граждан. Поэтому, если можно так выразиться, то это тоже своего рода маленький героизм. Каждый день у нас нет праздничных дней, нет выходных. То есть каждый день военнослужащие национальной гвардии, естественно, по графику, по смене выполняют поставленные задачи. И я верю, что мы продолжим, так скажем, оправдывать то доверие, которое на нас возложил глава государства, наш народ.